Внаменник Чкаловский райсуд Екатеринбурга оставил на свободе, но серьезно наказал рублем молодого многодетного отца, 29-летнего Виктора Нечкина, который вспылил, обсуждая денежный долг со своим знакомым Антоном Балуковым, и пнул его ногой под зад. От удара Балуков рухнул, как подкошенный, ударился головой. На следующий день в больнице он впал в кому и скончался через три недели после пинка. Все эти разборки с летальным исходом произошли 24 февраля в одном из заснеженных дворов в Горном щите. В тот день Нечкин туда приехал со своим приятелем. По словам свидетеля, Балуков во время скандала был то ли бухим, то ли обдолбанным. Нечкин взял его за плечи, развернул и пнул под зад. Антон рухнул в снег, но быстро вскочил на ноги и выглядел живее всех живых. Правда, через несколько часов ему поплохело. Пришлось вызывать скорую. Эксперты, изучив все обстоятельства, пришли к мнению о том, что гражданин Нечкин нанес гражданину Балукову тяжкие телесные, от которых тот скончался. Мать погибшего потребовала с нечаянного убийцы сына компенсацию в миллион рублей. Суд учел, что у Нечкина, который работает шофером частной компании, на иждивине трое маленьких детей и назначил ему два года исправ работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. По решению суда многодетный отец должен выплатить матери погибшего 49 тысяч за похороны и 800 за моральные страдания. Нечкин с приговором согласился, но размер компенсации намерен обжаловать. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим. Продолжение следует... Продолжение следует...